что всем доброго утречка я уже въехал в республику бурятия в общем дальше на улан-удэ вчера проехал вроде как без происшествий вот о чем тут говорить что водители там дурные смысл еще что-то сейчас просто дорожники сраные там что-то делают стоят два регулировщика я еду в горку на горке стоят тачки они спускают эти тачки с горки и меня в гору просто тормозят ну какого хера дорога скользкая еще ладно там летом еще они эту же дичь как бы делают но сборки дай ехать потом легче чем в горку машину разогнать просто вот люди вообще кошку свою иногда вообще просто выкидывают нахер и потом ищут ее за пол жизни ну что проехал я байкал интересненького здесь ничего не было дорога чистая и все было в тумане но как только я его проехал смотрите у меня солнышко вышло прям радует меня это только на улице ветер будет сильно это я думаю из-за озера а так прям прям стало достойно ездить впереди у нас улан-удэ остались горки вот улан-удэ еще на улан-удэ там тоже таких хороших подъем и надеюсь там тоже нету снега все будет отлично да не очень долго музыка играла солнышко куда-то взглядывается снег опять идет мне уже прямо смешно снег ассоциируется у меня теперь с смехом но это смех истерики просто что типа но ясненько снег значит снег а деревня какая-то по пути тоже что здесь люди делают вообще не знаю при этом тут есть у них тоже это церковь какая-то тоже такая немаленькая купола прям видно новые с забором прям короче все серьезно и чисто одни домики стоят маленькие и вот вот что вот и тут живет может признать человек к 500 наверно вот что вот люди в таких местах делал все вообще я просто не представляю все вот так вот ну ты две вот я наверно ехал и проехал всю деревню конечно не завидую я тем кто тут живет хотя может быть у них тут есть свои какие-то плюсы в проживание у меня сейчас будут новые подъемчики перед улану дэну здесь вроде как асфальт весь чистенький приезжаю в общем сутки улан-удэ до 30 километров сейчас начнется типа горная местность у них тоже с подъемами спусками но здесь вроде как прям чистенько но и здесь прям красиво очень в плане дорога такая прям в сопках в этих серпантин такой прям мне здесь мне нравится нравится ездить если здесь нет снега или да ну и солнышко у меня светит солнышко вроде как и снег но при этом машина смысле тянет не пробуксовывает только когда вот обгоны идут ездить если по центру о ну кстати тоже все норме едет ладно на поворотах все скорость не оспавлять чтобы скорость у нас не терял о переключился на повышенную даже ни хрена себе видали что делается вот это нормально о еще вот переключился это прям чудеса вот она первая макушка мы на нее забрались а тут у них сюда какие-то флажки они вешают по это кота у них памятная короче гора ну а теперь вниз вверх тащишься потом вниз тащишься короче ничего не отменяется но скажите что вот здесь вот не красиво ну просто а если летом здесь ездишь то вообще блин вот здесь больше всего мне нравится ездить особенно летом здесь бывает сплю ночью когда еду в ту сторону есть такой пяточок с видом на речку тоже здесь конечно смеселить такой тоже уман в разное время годы и погоду тут тоже по-разному летом здесь речка прям такая железная дорога и деревня и ты тут такой ездишь но вспомнил очень круто ну и как обычно куда же без этого очередь на заправку заправляемся кофе и в бак тоже Ну что, нас встречает Улан-Удэ, но мы-то едем в объезд. Больвочка тут смотрит на меня, что я тут снимаю. Солнышко все еще светит, даже греет чуть-чуть это солнышко. Я прям заправился, что-то только не полный баг вышел, я думал будет полный, а нет. Поэтому все, теперь следующая станция у нас в Читах. Наравится, я еду вниз, как бы здесь спуск такой прям длинный. Я на Горном еду, ну и как бы смотришь, вот потихо еду и... Ааа, фууууууууууу, унесся просто вдаль. а потом я еду следом и прям чувствую вонь колодок ясно что это вонь от него но я переживаю и иду смотрю свои блин смысла колодки и нюхаю что не от меня ли это войн оттормаживается там сейчас без нас и побешено просто там клеву но и все и и дальше помчала там еще спуск идет вот километров на тоже 45 спуска и вот весь пуск каждый кривун жмет на тормоз на тормоз на тормоз при том что скорость под 100 еще как пить дайте груженый да даже если и пустой тормоза на нагреются просто махом смотрите какой здесь сильный вид просто дали блин когда вот здесь в целе там выезжаешь просто но я я не я не знаю я вот здесь все время испытываю такие эмоции что да такая мощь глядя вот вдаль думаешь типа япония там какая вся вас близко за такая по размерам но это я так утрирую а тут по россии едешь меняешь просто 7 часовых поясов едешь там 8 10 дней и это как бы не полностью ты всю россию объехал просто но я не знаю выезжаем из бурятии и нас встречает забайкальский край теперь должно у нас смениться время еще плюс час того с москвой уже 6 часов разница с москвой уже сменились 6 штук сейчас время получается 1750 двигаем двигаем на чету все нужно доехать до 4 хорошо было бы доехать до 4 сейчас такой еду перед щитой уже там увидел что дым так прям уйдет так лучше за хрень но термометр глядь а то минус 29 просто а я еще такой думаю что-то прохладненько как-то стало мне ехать ну типа от окон прям дует и интересно счету какой температура вообще тут в принципе с дачу это может как бы и больше до 4 осталось 150 не ехать и за эти дни я в первый раз видел звездочки даже на камере вид как же это конечно круто дорога чмо но звезды это круто потому что дорога тут очень так себе я снег который я вез москвы на прицепе облипший который я вез москвы и он сейчас только начал отваливаться при том что на улице минус жёсткий молоток начал отваливаться все все из-за наших крутых дорог а короче веселуха бьет вот у меня час ночи смотрите как светится чита и тут что-то тащит я так думаю это самолетовое ощущение но чисто по базе по шасси похоже на самолет либо а наверное вертолет это заточку в серии конечно то интересное что интересно да куда него будут тащить что нам так долго теперь нужно будет ехать поэтому еду пусть на огне 4 доезжаю сейчас до 4 буду в общем отдыхать до владивостока короче мне осталось 2 800 планирую это все осилить за четыре дня сегодня у нас суббота планирую во вторник после беды в край в среду рецепт отдать надеемся на лучшее готовимся к лучшему так что где-то на стояночку будем спать